В этом году в связи с политической обстановкой все праздничные мероприятия были отменены. Именно это и убергло многих жителей республики от несчастных случаев. За 31 число и ночь первого к нам поступило в травматологический пункт 92 пациента. Из них из-под ДТП и других чрезвычайных ситуаций к нам поступлений не было. Дежурство прошло относительно спокойно. Единственное, что у нас сопровождала женщина беременная, свою сестру. И у сестры начались боли в животе, схватки, и она была переведена сразу же в реанимационное отделение. Туда спустились гинекологи. И вот практически под бой курантов в 005 родился новогодний малыш. Сейчас он вместе с матерью находится в перинатальном центре. Им оказывают весь необходимый уход. Все роды прошли без осложнений. Экстремалов нет. Именно так здесь называют недоношенных. Сейчас дети размещены в палатах для совместного пребывания матери и ребенка. За их состоянием также пристально наблюдают. За сутки у нас вчера произошло 14 родов, из них 7 было оперативных. После 12 ночи до утра у нас было 6 родов, из них 3 оперативных. Родилось 3 мальчика и 3 девочки. Свой новогодний подарок в виде новорожденного получила имя Дина Хумаидова. В ее семье это уже четвертый ребенок. Имя мальчику девушка уже выбрала Саид Мухаммед. Сейчас мама радуется тому, что родила здорового малыша. А вот для оперативного штаба, что создан в правительстве Ингушетии, еще вчера началась горячая пора. Дозвониться в оперативный штаб можно по номеру 55 14 23 или позвонив на мобильный 928 747 75 44. Дежурный оперативного штаба правительства Ингушетии, слушаю. Ага. Фоминия мальчика, пожалуйста. Специалисты Центра по вопросам обеспечения бесперебойного электрогаза и водоснабжения в период новогодних праздников и выходных дней совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций тесно взаимодействуют. Оперативным штабом организовано круглосуточное дежурство по приему обращений населения и реагированию на них. Данным штабом организовано круглосуточное дежурство по приему и оперативному реагированию на обращения жителей региона. На данный момент в оперативный штаб поступило 20 обращений, в том числе 12 обращений связанных с перебоями в водоснабжении и 8 обращений связанных с перебоями в электроснабжении. По данным адресам были направлены оперативные службы и данные нарушения были устранены, возможно, кратчайшие сроки. На чеку в эти дни и правоохранительные органы, которые следят за тем, чтобы выходные прошли спокойно. Первый день 2023 года также обошелся без травм после ДТП. Новогодняя ночь прошла без эксцессов. Учитывая погодные условия и напряженный трафик в выходные дни, праздничные дни, обращаюсь с просьбой ко всем участникам дорожного движения проявлять повышенную бдительность, внимательность и осторожность на дорогах. Удачи вам! Не было в этом году и маленьких пациентов, пострадавших в результате неосторожного обращения с петардами и салютами. Врачи призывают быть осторожными и при первом же случае обращаться в больницу. Хавагагиева Мухаммед Дарсигов, Новости 24.